доброе утро друзья привет чуть у нас дождик представляете там как всегда все заснежено в общем мне сегодня на работа жена мечалась и моя подружка к тире клиентка пишет говорит мы не поедем в этом в больницу да и дождик идет в общем не приезжай и не укладывай меня я говорю ну и замечательный будет у меня выходной я вчера когда пельмени скала нашла пару пирожков я же когда делаю пирожки я же делаю много вот и замораживаю я вообще все замораживаю и сейчас я их вот и разогрею машине как вкусно пахнут с картошкой наверняка они огромные но тонкие потому что я люблю тоненькие чтобы вот и на обед меня сегодня кое-что будет с вами поделюсь будет вкусняшка я так думаю чарли 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 не хочет он еще в туалет не ходил муж говорит открыл дверь ну типа на улицу а он не захотел скажет сам ты иди туда в дождик сейчас видите уже закончится дождь поэтому но в постели лежит не хочет еще вылазить а то вдруг скажет заставить ничего нибудь делать в общем все таки наверное сейчас я немного подкрашусь и все таки пойду а че дело дом дом скукота и пойду погуляю по магазинам пошатаюсь как говорится себя покажу на других посмотрю и вот такие будут у нас планы а пока завтракаю вкусными пирожками кстати на улице очень тепло и классно но несмотря на заснеженные горы вообще на солнце прям липота хоть загорай вот так вот не знаешь что надевать прикольненько хорошо но все в банк сходила теперь можно шататься спокойно с пустым кошельком ой блин да конечно январь это тяжелый месяц каждого года ну ничего прорвемся куда наши не пропадала я сейчас ради варю все скидки начались но какие-то не совсем малюсенькие там вот одна часть скидки а там нет скидок но так посмотреть если что можно люди копошатся что-то ищет я бы штаны такие приобрела но не всего 4 евро со скидкой поэтому будем ждать они мне не особо необходимы поэтому буду ждать помните говорила хотела вот такие себе ленинцы но красные но во первых они без рыбе скидок вот как эти черные а во вторых я их пощупала они там прям совсем клеенка клеенкой какие-то совсем никакие в общем видите как у нас сразу пусто на улицах после того после праздника сейчас woman's secret зайду посмотрю чё там разные пижанки люфчики сумка в ленте теплая помните как у нас вот я помню мне знаете воспоминания не с детства юности скажем так выставлены магнитофоны форточку и музыка орет на весь двор хочешь ты слушать муж не хочешь не волнует слушай и все и молчи здесь кстати тоже такое встречается пока камеру включила песня закончилась у парня он там полы моет и музон слушать на всю улицу так что вот так вот у нас тоже соседи когда были уехали они тоже любили благо ненадолго минут на 15 рубить музыку поначалу они врубали прям надолго пока хозяева хотя соседи начали возмущаться типа хочешь мужик музыку слушать слушать слушай ты ее сам например я ситуацию исправляю наушниками включил наушники и пошел и делай громко сколько тебе надо но нет же люди специально помню выставляли форточки чтобы все слушали наверное хотели сделать добро фиг его знает я кое-что купила сейчас вам покажу в общем купила вот такие штаны но видимо понесу их назад потому что мне в них неудобно вроде как они как раз и все дела ну как вам показать но мне в них неудобно и как-то вот собираются там вот на коленках это непонятно у меня есть уже вот такие зары но блин они мне супер большие и они с меня слетают прям вот идешь и тоже неудобно они с меня просто слетают но мне они классно нравится я уже их и смотрите и подшивала и все что тут вот если была какая-нибудь фигня для ремня было бы классно но они мне здоровые и качество конечно смотрите а я их не носила много и эти как-то вроде бы ничего все нормально но но неудобно какие-то короткие что-то как-то все задирается собирается как так как мерить нельзя примерочных там нету в манго взяла думаю померю если что назад отнесу так и получится ну ладно я не сильно переживаю потому что мне не было такого особого желания их купить было как бы желание но так знаете 50 50 на обед у меня будет вкусняшка но я готовлю сейчас не на обед а вкусняшки хочу сделать творожные вафли с яблоком рецепт первый раз делаю с вами обязательно поделюсь если это достойно вашего внимания все как всегда непроверенные рецепты с бухты барахты не даю только все самое вкусное и самое лучшее ну вообще я творог люблю и все что с ним связано как отдельно просто вот так вот не очень но вот всякие творожные печенье творожные там штучки дрючки это все поэтому готовим и сегодня на обед я хочу готовить полки и там ну вы наверное знаете что это такое сейчас то если не знаете то я вам сейчас покажу расскажу все как надо и как не надо такую тёрочку вот помните я брала кстати удобно очень ей тереть мне в принципе вот знаете вот эти тёрки которых там с одной стороны одно с другой с другое я никогда не пользовалась только вот такое вот всегда а другие я даже не знаю для чего они нужны но там я понимаю мелко вот там картошку мы в деревне драники делали сейчас всякие роботы есть зачем помню знаете картошку трешит на драники все пальцы в кровь там больше блин не знаю потому что граники все любили и терли их не это не по 2 картошки как я сейчас отрежь треш целые эти ужас как вспомню но какие вкусные были заразы со смятаной у меня кстати муж обожает драники в испании есть что-то такое типа такого вообще не сказал что кухня прям очень отличается там от нашей поэтому когда у меня спрашивают испанцы там вот а у вас какая кухня я говорю ну в принципе то особого отличия такого уж прям это я не нахожу тем более сейчас мне кажется что все это пробуется все это вот например поки эти вот это вот поки это гавайская кухня там уже и сами сделаем так ну все вроде бы натерли надо попробовать на сладости я люблю чтоб сладко все было и сладко и солено в общем сейчас делаю сейчас вам покажу что у меня получится на что-то грызок несу своим животным не хочешь хочу ну ладно потом съест а чучи вот сто процентов хочет на чучи яблочко покушай бежит 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 сразу ревнивец так вот яблочко прилепила блин ногтем надо отрезать наверное ой кстати вот этот лючок надо уже собрать урожай как раз в поки мне пойдет так что то у нас на улице пасмурно с преснениями надо убирать сейчас уже это новый год но так не охота то наряжать не охота то разряжать не охота прям не знаешь что делать что мне делать я не полюбила и страдаю ох 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 потом еще на вкус надо попробовать для нашего поки нам потребуется соус я вот беру имбиря вот чуть-чуть буквально вот такую вот штучку и тру его на мелкой терке лимончиком польем добавим соус соус и немного соуса терияки ups все это размешаем и вот такой вот у нас соус получился едем дальше я вчера сварила рис вот добавила сюда две столовые ложки соус две столовые три столовые ложки рисового уксуса пол чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара смешала и все это вот в рис добавила перемешала сейчас мы рис подогреваем 20 минут в микроволновке 20 секунд в микроволновке чтобы он был не горячий но вот такой вот скажем так теплый теперь мы сюда добавляем семгу лосось что вы хотите у меня вот форель была берем ножницы потому что здесь это нужно кубиками нарезать ну нарежем раз надо вот получается прекрасные кубики это уже по вкусу хотите больше красной рыбы режьте больше добавляйте больше вот так вот в одну стороночку и вот так вот можно крабовые палочки креветки добавить все что угодно теперь добавляем огурчики тоже нарезанные такие кубики не кубики ромбики не ромбики салатик какой вам нравится меня вот разные то ты руку ловся на свете салатик авокадо обязательно у меня авокадо полу умерший поэтому что есть я почему-то думаю что он хороший а он очень уставший но ничего вот и теперь все это заправляем нашей заправочкой и все друзья всем приятного аппетита вот так забыла с огорода лучок тоже посыпаем и кушаем кстати рис можно заменить на кино теперь вот так вот перемешиваем и употребляем это нереально вкусно я однажды ела пробовала это торговом центре невада но там была кино вместо риса очень вкусно и дорого ну из-за красной рыбы я так думаю это нереально вкусно я забыла вам добавить нужно льняные семечки посыпать и и где же ты а и водоросли нори покромсать и всем приятного аппетита очень вкусно правда ням 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 мяшечки как вам кстати червёт вафель пришёл честно скажу вы пробовала уже нереально вкусный диетически без сахара и муки так что я скоро вам их сделаю рецепт обалденный я как-то с вафлями очень не дружу не знаю как их делать получились попрошайка на раньше без сахара и муки сейчас чай будет я поджарила чесночок колбаску порезала и жареные помидоры и тоже вот у него там рис остался рис сверху вот это вот подливка и яйцо жареное и называется это как же это называется аросала кубана кубинский рис рис по кубински как то так потому что вот это вот что я съела он не будет есть скажет чего это такое нет поковыряется но знаете потом все это все равно придется выбросить уточки у нас видите дождь был в горах снег и воды здесь прям нормально так жить как плывут прикольно и поплыли класс видите сколько воды это вот все что ночью натик на накапала вот снег сейчас тает истекает обожаю шум воды все приплыли утки причал причалили селезнь и утка а весной здесь утят много в мире животных канал назовем в мире животных ой блин я сегодня сегодня днем было 17 градусов даже с половиной думаю как хорошо тепло вот а потом когда пока начала собираться лежу уже 14 градусов думаю так время как бы погода пошла на спад и решила себе надеть ушки и не не даром не зря потому что так прохладненько но я сегодня уже не накулючилась потому что куртка вот это все таки теплая еще с россией или 20 жалко ее выбросить она снаружи прямо как новая но внутри правда там немного подшитая скажем так но руки у меня не доходит выбросить потому что она удобная и непробиваемая чарли я не надела свитер потому что я его постирала вот и даже не знаю высох он не высох но в принципе и он бегает ему нормально кстати у меня штаны вот эти они тоже там как это начесом да я в испании покупала на рынке и вот классненько ни попа ни ушки ни нос у меня не мерзнет потому что у нас как-то в этом году погода совсем не испанская как я в это в тик токи все смотрю там испания сломалась кто испанию сломал это теплая страна почему здесь снег и холодно потому что потому что ладно пошла я на пляж идет мой орех главное чтоб там не стреляли хлопушки вот эти потому что утром мы ходили в воскресенье не стреляли а вот сейчас не знаю ну посмотрим кстати на юге испании если вы видите облачно то это еще не значит что нужно брать собой зонтик потому что наверняка дождя так и не будет а вот солнечные очки нужно всегда иметь и везде потому что вот я выходила из дома солнца вообще не было от слова совсем еще вы думаете вон она слепит меня а я без очков вообще не могу мне когда чуть-чуть солнце выходит все я как слепая это говорят у кого даже здесь вот говорят у кого светлые глаза то всегда нужно ходить в очках так что вот так вот зонтик я с собой не взяла но очки мне ой как понадобились у меня очки в машине две пары лежат на выходе из дома или две пары лежат в общем ашки на каждом этом потому что я говорю если я выхожу меня начинают глаза слезет слезятся потом вот так вот морщусь морщин вылазит правда не так вылезли но я человек эмоциональный как знаете некоторые смесь поменьше морщин не будет охренеть а для чего я тогда живу чтобы у меня морщин не было нифига себе да я лучше буду смеяться и пускай я там буду вся вот такая вот сморщенная чем только вот угрюма как дурак но зато без морщин тоже мне называется буду улыбаться свои сколько там у меня зубов то и хрен с ними правильно такие туч красивые какова красота до того я уже сказала инстаграм что мне кажется что я море люблю больше чем горы чем снег чем все на свете вот я прям сюда прихожу и такой кайф вообще слушать видеть вот это вот смотрите вот туда смотришь там ничего нету но это же вообще это как это какой-то вот как будто бесконечность классно же да чарли ты уже носом куда тут кнулся смотрите тут никто не ходил радости сколько не хлопают не стреляют он правда всю дорогу шел так настороженно слушал ну видимо сделают вот эти хлопушки пугалки когда что-то посадили что у птицы наверное зерно из земли не вытаскивали потому что иного ой чуть не накрыла иного объяснения нет сейчас зайду до туда до конца и обратно пойдем погуляла уже сняла белье а то опять копченым будет и так свитер чарли уже немного копченостями попахивает вы знаете все таки организм и время ну не время а сезон как-то связаны между собой с тем что на например в сезон черешни мне хочется черешни это июнь и июль а вот сейчас я никогда не любила апельсины знаете а вот сейчас прям уже какую-то неделю так как апельсины нам много их надавали вот хочется апельсин смотрите какие они вкусные сочные сидит тоже ждет кстати он тоже любит апельсины вообще любит все что у меня изо рта а если он видит что это я ем то он тоже это ест иди целоваться ты копченым тоже пахнешь да такой сладкий такой сладкий мягкий такой пусыстый затискала вот и буду сейчас я короче лопать апельсин чаю еще хочется ну и чай тоже забацю сейчас сериальчик посмотрю викинги смотрю понравился вы знаете не так прям чтобы ах ну ничего можно посмотреть и будем вот апельсин апельсинчиком баловаться заварила себе чай и пойду сейчас красоту смывать ой вот получился длинным надеюсь что вам понравился если это так ставьте пальчики вверх и подписывайтесь не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик придет от повещания и идут Асана выпустила видео хватит дурачиться всего вам самого лучшего и с тем пока пока до завтра доала